Город Семей богат памятниками историко-культурного наследия. Являясь родиной Великого Абая, Шакарима, Мухтара Ауэзова, он заслуженно носит звание культурной столицы Казахстана. История Семея насыщена памятными событиями и связана с судьбами великих людей. Так, многие видные деятели национально-освободительного движения Алаш были родом отсюда. Недаром именно Семей был избран местом, где располагалось правительство Алаш-Орды. Сегодня я расскажу об одном из исторических мест города Семей – здании областного историко-краеведческого музея города Семей. Здание областного историко-краеведческого музея города Семей расположено по улице Абая, 90. До революции улица называлась Большая Владимирская, позже носило название Советская. Является памятником истории и архитектуры республиканского значения. Здание было построено в середине 19 века, предположительно в 1856 году, как резиденция военного губернатора Семипалатинской области. Архитектор неизвестен. После февральской революции 1917 года в нем располагались различные административные учреждения. Зданию дали название «Дом свободы». С Домом свободы связаны имена видных деятелей национально-освободительного движения Алаш и большие исторические события. Здесь в осенью 1917 года Семипалатинская общественность приветствовала вернувшегося со съезда сибирских автономистов лидера движения Алихана Букиханова. Приветственные речи произносили ярчайшие деятели этого движения – Раимджан Мерсеков, Ахмеджан Козбагаров, Шанжан Мусатаев, Меннан Траганбаев, Имам Маленбеков и другие. Также в этом здании с 27 апреля по 7 мая 1917 года проходил первый областной казахский съезд. На этом съезде поднимался вопрос о казахской автономии. В 1917-18 годы в Доме свободы располагалась областная земская управа. В ее руководство входили Раимджан Мерсеков, Халил Габбасов, Алимхан Ермеков. Местное земство занималось не только социально-бытовыми, промышленными и сельскохозяйственными вопросами, но и вплотную занималось организацией и работой местных судов и милиции. Так, в начале 1918 года на первом чрезвычайном земском заседании был избран состав областного суда. Председателем суда был избран Мухош Боштаев, его заместителем Имамбек Тарабаев, членами Шакарим Худабердиев и Смахан Букиханов. Наряду с этим в январе-феврале 1917 года был создан первый алашский отряд милиции. В годы советской власти в этом здании бывали известные деятели той эпохи, такие как Киров. Долгие годы здесь располагался дом политического просвещения, общества знания. С 1978 года здесь расположен областной историко-краеведческий музей города-семей.